Доброе утро! У меня мокрые волосы, я уже накрасилась, и сегодня последний день недели влогов. И по факту сегодня последний день вообще меня в Америке, потому что я собираю вещи, и завтра днём в Москву. Эта комната, в которой я почти всё время провела, потому что здесь очень удобный диванчик, я тут монтирую, стравит мой ноутбук, сорян, и куча вещей. И всё здесь такое беленькое, светленькое, и есть на самом деле в этом доме отдельно другая спальня, и здесь спальня одна. И вот они мои все вещички, и мне нравится очень куврик. Лежит немного новая одежда, и самое главное, вот, я себе купила юбку, и не просто эта юбка, я её купила в секонд-хенде. Я уверена, что кто-то в комментариях скажет, что она безумно страшная, она какая-то непонятная, но у меня ассоциация типа Майами, знаете, 60-е года, типа неон, потом ещё всякие пальмочки, можно с какой-нибудь белой футболкой с кедиками её надеть. В целом, очень классная юбка. Может быть, я подошью, может быть, так оставлю. В целом, мне нравится, что здесь на ней нарисованы какие-то, знаете, абстрактные... Мне кажется, это парус, и в целом цвета такие очень приятные. Стоила, по-моему, 5 долларов. Я очень люблю, когда я снимаю в тёмных помещениях, потому что здесь всё белое, но нет солнца, и слава богу, потому что, с одной стороны, у меня просто выжгет, с другой стороны, у вас будет красивая картинка. И вот и не знаешь, чем лучше. Мне нравится, что я снимаю еду на заднем плане носочки, но неважно. Короче, я накупила себе вот таких вот батончиков. Это из Райс Криспи делается. Это хлопушки такие, которые пропитываются всякими карамельными соусами. Тут, например, есть маршмеллоу. И это так вкусно! Серьёзно, я возьму это в дорогу, потому что в Москве у нас такого нет. Русский Старбакс, умоляю, перевезите. Аж целых три взяла. Здесь очки, всякие переходники, книжечки на следующий год. О, чек на бесплатную еду. Здесь тоже вот купила вот такие вот, с поночками блестящими, которые переливаются. И ещё один бук купила. Там вот целый кип у меня паспортов просто человек, который пытается укрываться. Так, что ты мне здесь хотела показать? А, всё, вспомнила! Вот ещё сюда полезно. Здесь у меня в этой коробочке, из-под очков, лежит куча всякого моего мусора и барахла, чтобы не растерять. И здесь как раз-таки лежат пины. Будем сейчас украшать рюкзак. Мне не нравится, что одежда всегда мятая, какая-то неприятная. Хочется уже приехать домой, всё чешется, блин. Как после детского лагеря. Не удивлюсь, если у меня где-нибудь здесь какой-нибудь леша или клещ в своей семье, что вполне возможно. Кстати, у меня иногда прокладывается такая мысль, и она повторяется периодически, что вот если муха, залетит в самолёт, в моём случае, если на мне будет сейчас какой-нибудь вот сидеть, и он перелетит в другую страну, это существо поймёт, что он переехал? Подумайте об этом. Собственно, вот пины. Это какие-то наклейки, пины. Пины с Симпсонами и моё любимое мороженое, которое я сегодня уже съела одно. Так, вот всё. Очень здорово, что здесь я купила себе всё-таки пин с авокадо. Потому что страшно подсчитать, сколько за время пребывания меня в Америке я съела авокадо. Собственно, все пины. Я прочитала, что именно на резиновых застёжках подобные металлические значки, они лучше держатся. Ну, посмотрим. Та-дам! Давайте авокадо пришпандорим. Готов мой супер-классный рюкзак для несерьёзной бизнес-вумен. А там моя нога на заднем плане. Запихиваю всё, что было там. Пока досушила волосы, расчесала, смотрю интервью Мелани Мартинос. Я купила вот такую штуку, это типа тесто. Собственно, это уже готовое тесто, его нужно просто вскрыть, разрезать и в духовку запихнуть. Всегда хотела попробовать, не знаю почему, потому что я видела, что обычно их открывали, как об стол бьют. И оттуда вываливается тесто. Не знаю, попробую испечь. Да, вот духовка есть. О! Еее! Круто как! Офигеть! Ой! А это что? Это внутри айсинг ещё лежит. То есть это испекаешь, а потом сверху этим всё украшаешь. Единственное, что я нашла похожее на противень, это просто сковородку. Вот такая вот красота вышла. Чаи будем пить. Ух, меня чуть не сбили. Спасибо. Как будто больше негде припарковаться. Там ждут Чайнинга Татума. А выходим мы. Вон люди стоят, ждут. Потому что, видимо, сегодня премьера. Но мы все идём на Тёмную башню. Никакого Чайнинга Татума не будет у нас в фильме. Меня только что попытались удивить Джозефом Гордоном Левитом, который там стоит, но я его видел уже в Москве. Ехали почти в одном лифте. Ты чё меня преследуешь? А мы пришли смотреть Кинчик. Тёмную башню. А там ходим просто удивительно. Вот куда собираемся. Забавно, что мы шли по улице и совершенно случайно наткнулись на премьеру. И Джозеф Гордон Левит, и Чайнин Татум сейчас выйдет. И такие типа... Привет. Голливуд. Обожаю сладкий попкорн. Вот это всё Голливуд. Вся улица переходит, потому что здесь перекрывается определённый светофор и все четыре перехода. Собственно, направлялись мы, ребята, с вами вот сюда. Вот такие прелести продаются на Голливудском бульваре. И куча всякого барахла для туристов. Три дорога, если они в пять раз дороже. Вот так вот выглядит аллея звёзд. Здесь звёзды, там кто-то кричит. А здесь вот это всё говно. Я вообще не фанат Голливудской аллеи. Но, хоть и мы живём рядом, это было как бы плюс для проживания, потому что здесь, собственно, полно мест, где можно поесть. Всякие магазины торговые. И, в принципе, район-то не очень хороший. Кстати, вот Эллен. И отсюда идут дороги ки-обсюду. Так что вот. Но здесь воняет ужасно... Сами понимаете, чем. Незаконным, саниной. Видимо, так пахнет слава. Ну, а сейчас небольшой ужин. Сушечки. Суши, кстати говоря, здесь не ещё такие. Но в Японии, конечно, они идеальны. Вот это вот здесь продаётся. Куча хлама, кальяны и какое-то всё не очень приличное. И вот эта музыка. Ещё здесь очень много пьяных и туристов. И иногда даже пьяных туристов. А ужин будет рядом с кинотеатром Синерама Дон, потому что он выглядит как купол. Дом по-английски. Это купол, мне объяснили. Рядом есть уж место почти как японское. А вот кинотеатр. Видите, какой у него купол здоровский? Крыночки. Обожаю просто. Печенье и копник. Очень вкусно всё тут. Просто кошмар. Употреблено. Я поела. Я устала. Завтра рано вставать. Поэтому постараюсь уже сейчас часов в 10, по-моему, вечера заснуть поскорее. Потому что часов в 6 хочу бодрствовать. Монтировать. Пить кофеёк. И спасаться от полуденной жары. Так что я с вами прощаюсь. Всего вам самого хорошего. Оставайтесь такими же позитивными и креативными. Всего вам самого светлого. Пока.